Сегодня в госпитально-гереатрическом отделении городской больницы номер 2 поздравляли ветеранов Второй мировой войны с наступающим Днём Победы. В гости к ним пришли коллективы художественной самодеятельности Дворцов культуры, которые подарили виновникам торжества свои концертные номера, а также заместитель городского головы Наталья Шепилова. Я от имени городского вывода Мастерича Бонченко хотела бы вас поздравить с этим светлым майским Победным Днём и пожелать в первую очередь здоровья. И самое главное, мы, как и вы, наверное, уже ощутили, что такое война, и это очень неприятно, поэтому я желаю всем нам и вам в первую очередь всё-таки мира, добра, и чтобы наша страна стала процветающей, и вы достойно жили, потому что вы этого действительно заслужили. В честь Дня Победы ветераны, проходящие лечение в отделении, получили подарки от городского совета. Некоторые из них поделились своими воспоминаниями о тех далёких и греческих днях. Когда началась война, Григорию Николаевичу было 12 лет, служил вместе с отцом в Белоруссии, в партизанском отряде. В Белоруссии, в партизанском отряде, 12 лет было. С отцом воевали, в Белоруссии защищали. Капитан-лейтенант запасов Владлен Межевой с 1951 года служил на флоте. Только в 2010 году закончил плавать. С 1951 года на флоте и до сегодняшнего уже. Вот мне уже 83 года, я в 2010 году только закончил плавать. А так всё время плавал в море, работал. Я работал и матросом, и ботманом, и первым помощником капитана, и старпомом работал. В общем, прошёл все ступени. На момент начала войны ему было всего 11 лет, но юный возраст не стал помехой для подвигов. Вместе со своими друзьями, такими же мальчишками, они доставляли бензин в аэродром. Так они помогали ковать победу. За свои заслуги уже в наше время Владлен Межевой получил 4 претендентские медали. Пацанами возили бензин в аэропорт. У нас там нефтепровод проходил. И мы возили туда бензин. Документы сохранились, почему я получил участника войны. Я в Ростове получал. 14 лет пошла работать в Ясли Дина Смахтина. А спустя два года она трудилась на военном заводе «Уралмаш». После войны приехала в Мариуполь. Нас вывезли из Мариуполя, вывезли в Свердловске, где мы были. Там я с 14 лет пошла работать в Яслике. Потом, когда 16 лет исполнилось, я работала на «Уралмашзаводе», уже в заводе, военный завод. Там я работала до конца. Саша у меня двойной. Ну что дальше? Приехала здесь уже тоже на заводе работала. Уже после войны здесь уже. Сегодня внуки Дины многое знают о войне. Бабушка рассказывает им о тех далеких годах. Ой, очень часто рассказывают, они наизусть все знают. Тяжелое время, но люди были очень добрые, помогали друг другу. Все нормально было, люди друг другу помогали. Даже дети друг другу помогали. Такая вот была, знаете, вот такое было, ну как бы, доброта здесь со всех сторон окружали детей. Но мы работали. В 13-летнем возрасте, после окончания семи классов, Ольга Коваленко вместе с отцом и матерью пошла в партизаны. Родители давали точные сведения, точные сведения о немцах, где немцы располагались, что и как. Иногда мы подкладывали там гранаты, я знаю. Заряжали пулеметы, помогали заряжать. Это я лично. Ну, происходили частые бои. Во время боя отец и мать погибли. Я была ранена. Ну, в общем, когда родные не стало, я ушла из партизанского трепета. Поступила в техникум, училась в техникум. У меня два брата было, тоже погибли на фронте. Родных и родственников никого не было. Вот просто не могу. Я поступила в техникум. Дали мне справку, что дом сожжена. Родные погибли, расстрелены немцами. По сути, ну, в общем, не пользовался земельным участком. Дали мне с учителям и там участок. Я закончила техникум, работала в фельдшерке, а потом поступила в институт. И так я проработала медиком 70 лет с половиной. Невропатологом работала. Вот мне третий год как не работаю. 17 лет была под моим руководством. 6 невропатологов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова